Немножко закончим то, чем мы занимались в прошлый раз. Мы просмотрели и как уводится, точнее, как уводится отсюда рассмотрели, потому что мы прописали алгоритм, как у нас в «Агронзиан для духов» получается, да, и рассмотрели это на примере Холонской калибровки. То есть, люди мы получили, что там действительно есть нитривиальное взаимодействие глюлонов с духами, да. Даже одно, если вы видели из «Агронзиан на духовках», как пропагатор выглядит. Вот. Теперь давайте такое же простое упражнение, чтобы просто немножко закрепить этот алгоритм, рассмотрим таксиальную калибровку и посмотрим, как там будет выглядеть взаимодействие с духами. То есть, это одна из калибровок, где духи оказываются, мы сейчас увидим, не принципиальны. Кстати говоря, для калибровки Лоренца, да, вот все будет в точности аналогично тому, как мы делали на прошлом семинаре, только производная по трем пространским переменным и он будет заменяться на производную по ДИТА и заменяется на ДМЮ, да. То есть, где для нас было ДИТА, надо поставить ДМЮ, а в основном все будет то же самое. Кстати говоря, входит правило Феймана для духов, поскольку это поля антикоммутирующие, да, то, если у нас есть петля с духами, а духи они только через петли и входят вообще в нашу амплитуду, то есть они как-то реально не рождаются, да, то есть не физические частицы, которые это наблюдают, то все рефермиозные лео мы должны сопоставить еще дополнительную минус-1, да, как мы помним аналогии с электронами в обычной электродинамике, да. Ну вот давайте сейчас быстро завершим это упражнение, такая первая на сегодня задача, то есть посмотрим. вот такое поминувочное условие. Это божьтесь. Что она пришла, да. Блин. Блин, блин, да. То есть мы выбрали некий вектор N, ну а для простоты этот вектор пусть показывает вот такой. Чуть-чуть покороче сказать. То есть третью компоненту всех глиновых полей мы замеряем, как рассматривать такую калибровку. Посмотрим, как вот эти калибровки выглядят в этом зеленом. То есть мы с вами говорили, что как мы должны действовать, какой у нас алгоритм. Во-первых, мы должны записать преобразование для насчет калибровочного поля, которое выглядит в инфинтизимальной форме . А здесь стоит длинная переводная. Это длинная переводная мы помним. Но в присоединенном предоставлении это есть Дельта В генерал плюс ПЖС АВ АВС. То есть здесь стоит генератор калибровочного предоставления, который есть. Минус И Ф АВС. То есть это у нас инфинтизимальное калибровочное преобразование с точностью до членов θ квадратов. Дальше мы должны записать наши калибровочные условия и представить его в таком виде. Шаг у нас. 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 УМАВ от XY. Это есть не что-либо, это произведение производной калибровочного условия по калибровочным параметрам, когда это равно 0. Тогда одному жаунду для духов записывается следующим образом. Я пишу выражение для духового действия, из которого мы потом извлекаем одному жаунду. Это есть D4X, D4Y, C крест от X, A, M, AB от XY, C, B от Y. Ну вот в таком виде. Обычно всегда у нас M, вот эта матка, если я нежномерная, по XY. Размером 5,2,1,2,2. Обычно эта матка в себе содержит дельта функции. Поэтому здесь одно интегрирование можно снять. И получить явное выражение для духов. Для Лагранжан-Набоков. Если у Лагранжан-Набоков мы сразу видим, как у нас выглядит пропагатор и как выглядит вершина, связывающая плюхи с глионами. И мужчина, связывающая плюхи с глионами. Вот так. Детерминат, теперь матрица, как ни один, наверное, следователь. Следователь называется. Детерминат Владимирова-Набокова. Вот. С ним связано вот тут анзас-тадио, о котором у нас приклантование ТКХД происходит, да? Поэтому мы должны делать приклантование ТКХД, чтобы выглядеть бесконечно меру, включающую перепровочные эквиваленты физическим конфигурациям поля. Ладно, у нас есть нити-алгоритм. Ну давайте по этому алгоритму будем действовать. Давайте просто раз это я написал, а сейчас кто-нибудь из вас напишу. Ну вот смотрите, у нас есть некое калибровочное условие наше, да? Которое фиксирует калибровку. Вот мы для этого условия хотим получить вот этот жанр. Ну давайте первое что мы сделаем, запишем наши калибровочные условия от поля преобразованного к калибровочным параметрам ТЭПа, да? Ну еще раз напишите что такое, а не от этого, да? Только варианты проглобных подставить через это. Улыбкий калибровок. Улыбка. Так, так. Твоя цвенту купила. Угу. И вот это все. Просто я вам не исполняю, но У нас еще где-то отсчет индекса. А, да, я вот здесь не написал, но не хватило. Угу. Ага. Демил от чего? Демил стоит вот. Демил от. Так, и здесь это вот. Минус. Минус уже сократится. Сюда остается, во-первых. Ага. Ага. И вот это вот, да. Ну, хорошо. Теперь пишем вот так, ваше перезвоночное слое. То есть фактически подставляем это выражение. На руку уже вектора. Подставляем. А не вот это. Так. Ага. По сравнению, я повторяю. В смысле, сколько отнесло. Да. Смотрите. Ну, хотя... Ну, хотя, вот, я не преработал порог, потому что с точностью до этого вот эта глава, да, все это пишем. Вот это выражение. Выражение с точностью. Я вам такую большую, я просто вспоминаю. Понятно. Ну, у течителя есть явление. Это что такое? Вот это f. Это что такое? Умножение на вектор. Да. n. Ага. На верху. Хорошо. Угу. Хорошо. Ну, теперь перекисываем это вот в таком виде, да? В таком виде. Разве что ли? Первое вспоминаемое, может, первое, обостравим точностью с нашим корректировочным условием, чтобы это равное значение. Результат это есть. Это равное значение. Это равное значение. Фа. А. Это равное значение. А вот это выражение. Здесь сюда свести. Измененный х идет, да? Так. То есть, это понятно. Уже есть х. От х. Что же будет? Как не мешал. Их и х. Так. Что нам надо связывать? Да, может быть, да. Ну, если не положили, он с общей ременью. Так. Что нам надо связывать? Ну, вот она будет. Чего? Ага. Попробуем. Попробуем. Ага. Попробуем. Ну, теперь у нас все надо поднять, переписать в димку. Вот такая невиальная процедура, т.е. интеграла будет на функции технической. Да. Вот это должно быть. Все вот это, да? Все вот это. Кстати, где вот такого интеграла? Т.е. интеграла будет на функции технической. Чтобы сразу писать, что такое имя. Минус один из наживки перенапишите. Так, потом. Мы просто вставляем объект по функции. Делька от x-1. Это быть решает. Дальше. Дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ага... Теперь вы можете сказать, что вот эта производная по x и здесь функция от x, да? Но x равен y, поэтому я могу считать эту производную по y. Сюда писать y, правильно? То же самое. Да, тоже. Но вот если есть y и здесь x, то это знак другой будет, да? Поэтому я могу очень аккуратно. А здесь то же самое. Синкодельная функция тоже могу написать. Или я могу написать здесь y, да? Мы их стираем и они их переписываются. Вот. А теперь все вот это обращение мы должны представить так, чтобы t до b было вынесено наружу. Да? Здесь пока стоит... Производная t до, да? А надо чтобы t до было наружу. То есть надо что сделать? Ну, здесь t до надо вернуть. В каком смысле? В смысле, чтобы t до b было? Нет. А это не поможет у вас... А, ну да. Потому что, ну да. Вы должны теперь кинуть по риффлотную. Да. Производная... Так и на знак свалится. Ага. То есть для первого собрана... ...минусы, если вы цена же сразу высшите. Давайте мы ее вовнутрь запыхаем, и для первого сладаемого мы вот так что частям прониклируем. Последовательно, еще один раз. Мы ее выкинули, она вот эта фокус уйдет. Будет демьют, еще общий мьют. Производная действует только на бета-функции. На бета-функции, потом на бета-функции. Потом на бета-функции. Я не хочу тебя наружу. Так, давайте... Да, здесь все взяли. Ага. Вот так, вынесли. То есть, фактически то, что стоит лаграммный скок, это вместе со сетей, не мало. А тут лучше, где я сюда тебя забыл. Где? Нет, в смысле вот это сюда. А, это функция? Да. Все, что стоит в плотном скоке, текст множества, это минус единица на ж, это прямо. Да? Поэтому пишем, что одно действие для этого. То есть, вы только поножили. Правда? Минус единица на ж, это прямо на месте. Ух. Пишите, по чему у вас это проявлено. По какой привязке? По идее, да? Так. Продолжение следует... Мы уже фиксировали на руководственном сломе. Теперь у нас все поля имеют любую третью компоненту. Сейчас посмотрим, как взаимодействие двух условий происходит. По I можно теперь проинтегрировать. Чтобы здесь проинтегрировать, по I будут нужны... Что здесь делать? Это производная по Y, а мы можем сделать ее производной по X. Правильно? Здесь написать вверху X. А потом, чтобы до этой функции проинтегрировать, мы эту производную перекинем вот сюда. Она только сюда и будет действовать. Вот сюда она не действует. Здесь функция от Y стоит. Да? То есть мы ее можем перекинуть вот сюда и снять. Идвигрировать на каких-то функциях. Правильно? Да. А вверху эта функция сразу снимается. Правильно? Поэтому еще начиналась получилась. Вверху эта функция. Так, это у нас минус. То есть мы по X остаемся. По X остается. То есть осталась как раз лабранку. У нас запутано, примерно по D4. Так, от первого будет минус. Не сложно. А она... Ну, как мне... Чего ты разговариваешь? А вот... Ну, вот внизу, если я надлежу. Найм легкий. Ага. Так, а здесь простёк это функция. Не важно. Ага. Ну да, да. Видим, что... Вот это уже... То, что стоит под D4X. Это и есть лабранжанного. Да? Как духи... Духовые поля. Взаимодействуют... Духовые поля. С геонными поля. Вот. Подчеркнуто членов. Да? Как они взаимодействуют. Они фактически... В вершине будет стоять как раз твердка нашего геонного поля. С вектором калибровки. Правильно? Ну, мил. Что это значит? Так. Что это за взаимодействие? Если мы уже зафиксировали нашу калибровку, да, то есть уже расслабили только калибровочные поля и плеоны от фитокопии. То что он может сказать? Что это значит? Что это значит? Что это значит? Ну, NmU равно нулю у нас, да? Да. То есть герман. То есть герман. То есть получается, что у нас... Если мы зафиксировали нашу калибровку, то есть NmU равно нулю, то как раз... Ну, скажем, NmU имеет только последнюю компоненту, да? То есть искит A3, да? То есть видимо, что духи взаимодействуют только с A3 компонентой, которую мы, уже точно узнаем, занулили, да? То есть в этой калибровке у нас не будет взаимодействия с духами. То есть духи взаимодействуют с той компонентой, которую мы занулили просто, да? То есть вот такая получилась калибровка, в которой можно диаграммы с духами не писать, да? Но вот это достигается какой ценой? То, что мы вот от духов избавились, но есть некая цена, да, у всего этого. Цена какая? Ну, это член, это что сказать, это член для кухов, потому что это первая производная, да? То есть он даже такой еще ущербный этот член. У нас есть еще глионы, да? У нас есть еще облазрингание глионного поля, у нас стоит еще член с калибровкой, Калибровка, которая там у нее соединится на амлакси, да? А у нее еще вот такой член есть, правильно? То есть который мы калибровку уже фиксировали, да? И он придет к тому, что у вас пропагатор глионный изменится. У вас будет какой-то достаточно сложного вида. Ну, не сложного вида, он может быть и цепленный, он довольно громоздкий будет. Глионный пропагатор, да? То есть то, что нет духа, оно через глиновочные условия сказалось на то, какой вид у вас пропагатора, да? То есть пропагатор будет довольно неприятного вида, да? Неприятного вида. В частности, в знаменателях там будут стоять скалярные произведения на вот этом. Герман Адхана. То есть обычно из-за этих скалярных произведений, как рикольство пропагатора, да? Обычно из-за этих скалярных произведений больше трудностей произведения возникает. То есть видимо, что есть калибровки, где духов нет. Вот такая же калибровка с вектором N, таким же квадратом 0, называется светоконусной калибровкой. Вот мы, в частности, учились вот такое рассмотрели, да? А можно вот такие рассматривать в той же калибровке. То есть N в каком-то смысле в наших руках. Но каким хотим, так и мы его и выбираем, да? В частности, в случае аксиальная калибровка, светоконусная калибровка. Она тоже, естественно, будет без духов, да? Но в ней глионные пропаганды у нас попроще будет выглядеть. Сейчас мы, кстати, напишем про него. Понятно? Ну, поясину, Николай. Давайте сейчас, при тем как приступить к выяснению роли духу в том, как они восстанавливают унитарность, соотношение унитарности. Давайте еще такую простую, вспомогательную задачу решим. Давайте рассмотрим физические глионные состояния. Глионы – это безмассовые частицы, так же, как фотоны поперечные, но у них есть два физических состояния поперечной плоскости. Давайте напишем выражение для суммы по поляризации, по физическим поляризациям, ляма равна тем два, да? То есть две физических поляризации, ля, йен, ню, йен, ню, ря. Такое выражение получим. У меня есть глион с импульсом К, здесь изделие близко глиона, да? Вот я в поперечной плоскости. Ну, это поперечный юридический ряд, даже в этой плоскости. Ну? Поперечный юридический ряд, даже в этой плоскости. Ну, а здесь ню-ню еще стоит, да? Да. Это не древ, верно, а четырех. Ну, да, древ. Да? То есть, в каком условии мы зафиксируем вот это выражение? То есть, во-первых, просто они у вас поперечные. То есть, я имею на камеру равномерно. Да? То есть, такое условие. И остается... Здесь у вас индексы, например, не управляют четыре значения, да? Одно условие мы зафиксировали, нужно еще одно условие, да? Который бы зафиксировал эти реакторы, правильно? То, что они предвечные выписали, да? Нужно еще некое условие, чтобы написать это выражение, правильно? Ну, например, можно... Как это условие взять? Можно выбрать некий произвольный вектор n, произвольный вектор n, да? Такой, что... Что на кае не равно угодно. Кае предъявляем бульсиклённый, после дополнительных реакторов. То есть, как-то обратно равно угодно. Это вторая задача. Ну, я снова выяснила. На физическом поляризации. Вот посчитать такое выражение. Т.е. мы можем выбрать некий вектор n, еще дополнительный, и считать, что все наши векторы поляризации ему ортогональны. Это просто некое дополнительное условие, которое фиксирует базис в этом поперечном пространстве. Не более того, да? Т.е. таких поперечников, таких много, да, здесь базис. А мы вот его таким вот образом зафиксируем. Снимаем, да? У нас есть только две компоненты, фактически, у каждого четырехмерного геометра. Вот. Мы их оставили, убрав одно условие поперечностью, а другое условие дополнительно руками наложилия. Такое. Какой, наверное, удобно. Ну, вот образовалась такая условие. Видно, что это условие, оно как-то связано с той перегровкой, которую мы рассматривали с вами только что. Правильно? В версиальной перегровке было m³, а m³ равно 0. Т.е. умножение векторополяризации на некий вектор n должно быть 0. Ноги, да? Ноги для одинаковых поляризаций можно сами векторы нормировать, да? Вот, скажем, таким образом. Простейший пример, если у вас тут эта ось, это третья ось, да? Это первая. Вторая ось, это можно было в качестве лямбда равна иглу, если здесь 0,0,0,1, да? Так, как шум, такой выбор нормальный. Пойдет или не пойдет? Вот. В каком парним му-з? Кравф и есть че такое. Это 1, 0, 0, 1, 1. Ага. Ну, плохо написал, так сильно. Здесь вот нужно написать ноль, а здесь вот единичку. Вот так вот. Так и ноль будет? Нормально. Нормально, да? То есть вектор К или ортогональный получается. В квадрате они равны минус единице. Это просто вопрос их нормировки, верно? А вектор Н у нас какой в таком случае? Чисто временной. Чисто временной. То есть вот такой вектор. Н на К не равнули. То есть это условие сомпредизма. То есть вот я выбрал как пример некую физическую поляризацию и вот для нее предъявил какого у нас Н. Возьмем другую Н. Немножко подробно выглядеть эти векторы Е1 е2, да? То нам нужна сейчас сумма по этим векторам. Мы увидим, что она записывается, говоря, таким образом через электрический джензор и Nμ, да? Какие у нас возможности есть? Что мы можем написать в правой части? То есть если мы ввели только один посторонний вектор с четверых вектором N, то что здесь может быть? Может быть Gm, да? Напишем его с единичным коэффициентом, предполагая вот эту нормировку. Потом просто проверим, что нормировка это выходит. Ну и плюс Nm и Nm в этом роде. То есть что? То есть комбинация с Nm. Вот так. С Nm и S, да? То есть можно написать какую-нибудь комбинацию, например, α на Nm, Nm, потом комбинацию, да? Симметричное поменение, да? Плюс β комбинацию, скажем, Nm к Nm, плюс Nm к Nm. Симметричное поменение, да? А вот. Что еще можно написать? На Nm ты веришь? На Nm плюс γ, на Nm. С γ, на Nm. Ну вот, давайте найдем эти коэффициенты. У нас есть два условия. Одно то, что у нас поперечный, а потом второе, это то, что у нас есть негидивидельный вектор N, который у меня по донали. Давайте коэффициенты найдем. Сергей, давайте. Ну, что нужно все на КНЮ. Вот. Получается, что это с этой стороны у нас получится, что поедет. То есть при домножении вот этого по меню на К... У нас получится минус КНЮ. Домножаете на крошку, ну как такое? На КНЮ. На КНЮ, да? На КНЮ. Ну, можем сказать. На КНЮ, да. Да, в общем, минус КНЮ. На КНЮ или на КНЮ? Ну, давайте на КНЮ, чтоб ее было, так сказать. На КНЮ, да? А, КНЮ, да. А, КНЮ с Альфа. Значит, здесь мы там умножаем, у нас получается КНЮ на К квадрат. КНЮ. Плюс... Как квадрат, да. Ну, можно сделать, да. Ну, согласно этому. Дальше. Плюс БЭТА. Как квадрат, он равен нулю, да? Потому что мы считаем, что на массовой поверхности. Значит, у нас опять как квадрат равен нулю. Вот. Потому у нас будет БЭТА. Нет, мы же на КНЮ умножили. Да, 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 да. Я и ухожу вот этот вот. Вот. Почему? Вы же умножили на КНЮ? Нет, нет. Я на КНЮ там даже. А, на КНЮ. Чтобы получить вот здесь, например, индекс. На КНЮ. Да. Значит, здесь будет 0. Значит, здесь у нас будет N на К. КНЮ. Да. И КНЮ. Угу. 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 У vet! Да. Уava уеду tried БЭТА. Т Times б росли, в председательном сооружении, Ну, у нас еще, соответственно, вот здесь перемножим, получим н-мютое ка-н и плюс бета-н-квадрактинга. У нас четыре вектора, да? Ка-н и две веторизации образуют баллицы четырех метров с баз. Это как раз четыре независимых. Да, ну у нас нормировка н-квадрактора на единицы. Нет, про н мы пока ничего не знаем. Тогда у нас получается здесь н-квадрат н-мютое плюс гамма н-квадрат н-мютое. Вот это все должно у нас определить. Да, дешевле. У нас есть условие такое вот еще. Это условие фактически фиксирует общий коэффициент. Да-да-да, я и говорю. Ну, я его уже написал, но мы просто его проверим. Так, вот теперь этим надо воспользоваться. Значит еще раз, Сергей, посмотрите внимательно. У нас четыре вектора. И вот это е1, е2, k и n, да, образуют базис четырехмерного простаста. Потому что линейно не зависит, да? Да. Поэтому что мы можем? Ну, потому мы можем при линейно неразависимых корректорах. Да, и что получаем? Вот. Ну, смотрим, у нас есть компьютер, да? То есть получаем уравнение минус единица плюс β-это эмитатора. Так, вот здесь все равно нулю. Да, здесь такое уравнение. Здесь гамма, получается, должно быть равно нулю. Ну да, гамма равно нулю. Гамма равно нулю. Дальше здесь смотрим, а скакие... Обращай внимание, что гамма равно нулю получилось, потому что мы k квадрат равное нулю полагаем, да? Значит, высоко правдиться здесь плюс β на n в квадрат. По-моему, сейчас то же самое больше, что уже получали. Нет, то же самое. Ну да, то же самое. Уже гамма на слой плюс гамма на x квадрат равно нулю. Поэтому, в принципе, мы можем получить то же самое уравнение. Вот. То есть, у нас получается, что β равно единица поделить на n-к. И отсюда выражаем α. То есть, у нас получается, что β равно единица поделить на n-к. Вот. Или это равно минус n квадрат поделить на k m квадрат. Ага. Ага. Ну да. А давай каким образом записывать наши отношения? Давайте его куда-нибудь вот сюда подпишем. А что вы получили? Вот. Мы тогда получаем вибра для меню. Я вижу меню, да? Я вижу вinflamm. Ну да. А здесь, обстранство стоит. Вот как вы понимаете. Минус n квадрат на n-к квадрат. Ванну. Как вы понимаете? Если вы, кстати, как вы это отравлено 0 не полагали, то то, что мы с вами получили, выражение для этой суммы, это был бы числитель глионного пропагатора как раз в аксиальной калибровке. Но мы здесь его несколько уже упростили, потому что мы сказали, что как квадрат он умеет, а у пропагатора в общем случае как об одном пути динамика. Да, вот такое выражение получили, такое выражение. Вектор n, он в принципе в наших руках. Вот таким хотим его, такие мы можем выбрать. Например, мы можем выбрать цветоконусный. n квадрата, ну не любите, да? То есть, любите каким. Вот я здесь написал n вот такой, да? А я мог бы его написать вот таким. Здесь скажу, минус 1 написать. 1 минус 1, да? Он будет цветоконусным, правильно? Он будет цветоконусным и линейно независимым с вектором k при этом, да? То есть, полярное произведение n на k, оно, как вы видите, отлично, оно равно двойке, да? То есть, в принципе, это в наших руках. То есть, в простейшем случае, да, я беру n квадрат, как бы, равный n вирус. Да? Вот такой вот. То есть, если на тарик. Такой меню, давайте вот сюда вот, им его записываем, а то там пригодится сейчас в удачу. У нас будет минус 1n вирус. – 1n вирус. – 1n вирус. – 1n вирус. Нормировка давайте. Правильная нормировка. То, что я здесь коэффициент перед джемнию минус пыльничка не прав. Угадал я их с ними? Мы можем просто взять и что же делать? Допустим, взять какой-нибудь здесь лям дошли. Сюда смотрим. С джемни не можем свернуть. Да, можем джемни. Если джемни не свернуть вот это выражение, то что я получил? Нет, ну поскольку у нас здесь будут идти одинаковые лямты, то, соответственно, мы получим минус единицу. Минус единицу от каждой лямты. Да, минус единицу от каждой лямты. То есть минус 2. То есть минус 2. То есть здесь будет минус 2. А, с правой части что-то? Если свернем, да? Если свернем уже нет. А, нет. Ну здесь у нас получится минус 4. Минус 4. Вот здесь удвоенная будет n на k. То есть минус 2 будет. То есть минус 2, да? То есть мы с угольной армировкой угадали, да? Правильно? Да. То есть эта армировка, она согласована с такими коэффициентами здесь. Хорошо, спасибо Сергей. Это у нас такая располагательная задача. Значит, еще раз напоминаю. Вот это минус, это что такое? Сумма по физическим поляризациям, да? Физическим поляризациям. То есть у меня они поперечные. И еще дополнительно 4-коммерный. Классе фиксируем вот этим условием, да? Таким аксиальным условием. Да? Так вот, фиксируем. Вы уже сказали про числитель срока квадрата. Да, про числитель. Ну, это федеральный объект, как называется? Знаменатель, как обычно, как квадрат плюс 0. Да. Я чувствовал, что вот когда мы это вводили, мы положили как квадрат равную мылю, да? У нас настоящие глионы, то есть на массовой поверхности, да? Но вот если бы мы этим условием не пользовались, мы тоже получили бы некое выражение, да? Некое выражение, в котором набил бы k в квадрат еще, да? k в квадрат. Но вот это выражение, это был бы числитель-числитель топогатного глионового. Да? Вот, аксиальный глионов. Так. При xi равное нулю. У нас, в принципе, есть член фиксирующих глионов, тоже еще, да? На минус 1 на 2 кси, то есть будет n на а в квадрате, да? Вот x равное нулю, вы получили числитель пропагатора. Но нам это сейчас не нужно. Нам вот это выражение. Да? И сумма по физическим поляризациям нам дала вот такой ответ. Да? Такой ответ. Давайте двигаться дальше. Третья задача. Сегодня, по-моему, мы начнем. Как мы подводим? Духи и унитавности. Духи и унитавности. Унитавности. Вот, вот, готов! О? Продолжение следует... В этой задаче мы с вами продемонстрируем ту волю, которую играют петли с духами. То есть инфизенция такая, что духовые степени свободы в амплитуре должны сократить нефизические степени свободы для бионов. То есть у нас есть программ физических поляризаций, по которым мы это суммировали, есть червения нефизические поляризации для бионов. Вот духовые степени свободы, все эти нефизические поляризации должны будут сокращать и восстанавливать соотношение монетарности. Вот в каком смысле восстанавливать. Давайте нам маленькое напоминание про соотношение монетарности. Соотношение монетарности. У нас есть S-матрица, S-оператка. Которого мы обычно представляем в виде единичного оператора плюс I на M. И M стоит там дельта-функция четырехмерная, какие-то нормировочные множители из нормировки половых функций и так далее. Давайте все это запишем в оператор T. Наточный элемент от T будет давать то, что мы как раз называли раньше MFE, на что у нас пишутся правила Фельмана и MFE. С точностью, да, двадцать четвертая лентафункция и произведение корней от энергии, да, корень 2E и T по начальному и корень 2EF по конечным частицам, да. У нас есть такое соотношение на S-матрицу, в котором мы не думаем, что там у нас была S-матрица монетарная, да, то есть чтобы S-крест на S был равен единице. У нас эволюция, да, которая обеспечивает S-матрицу, она сохраняла фактически вероятность, правильно, то есть если мы вероятность на интерпретацию продаем в нашей эволюционной картине, то S-оператор должен быть унитарным, да. То есть вот такое соотношение. С одной стороны и с другой стороны это что такое? Это есть 1-I, T-крест, да, 1-I, T-крест, да, 1-I, T, верно? Поэтому мы получили отсюда некую нелюбийную связь на T, на оператор T, а фактически на наши матричные элементы. Я напоминаю, что когда мы будем брать матричные элементы от T, будут переходить в наши матричные элементы, которые мы правилом Феменом вычисляем, да. Что мы получили? Единичка у нас сокращается, да, переношу всю левую часть, получается, что T-T-крест равно, его найти еще, ну, и T-крест, да. Теперь, если я от этого соотношения операторного беру, матричный элемент, конечное состояние, начальное состояние, да, то T у меня перейдет в то, что вы называли амплитудой M, да, после того, как я выделю 2F4-е диктофункцию и все нормировочные элементы, это будет T-F-I, да, T-F-I. Что такое Т-крест? У меня остается Т-крест F-I, да, F-I. Это то же самое, что I, T, F – комплексно-сопряженным, правильно? Да. А это мне даст матричный элемент, у которого начальное вспоминено с конечной состоянием, да, то есть это будет минус, прямо у нас I, F, I, F, не комплексно-сопрячим все должно, да, комплексно-сопрячим. Тогда от F. Я понимаю, что я беру матричные элементы по физическим состояниям. То есть у меня есть синтетические состояния, да, при основном, это физические состояния. То есть здесь никаких духов нет. У нас здесь бывают только глионы и настоящие глионы. Поперечные глионы с двумя степенями с собой, да. Ну и квакты, соответственно, тоже. От конфаймента я, вопрос конфаймента, я пока сейчас отвлекаюсь, потому что у меня синтетических фактов мы наблюдаем, да, наблюдаем огромный вопрос. Если я смотрю матричный элемент на ТКСТ, конечное состояние начального, да, то как я это анализирую? Я проставляю сюда единичный матричный элемент, единичный оператор, да, то есть беру сумоку всем физическим состоянием, физическим состоянием, а здесь стоит F как крест, M, M, P, правильно? Вот так. То есть во что это переходит? В каждые акты переходит свое M. Придут у M после выделения 2π4 дельта функции, да. Вот у меня здесь будет 2π4 дельта функции, здесь 2π4 дельта функции, их две штуки, да. Вот одна у меня дельта функция уйдет общим множеством, которое я сокращаю в этом соотношении. Здесь же тоже есть дельта функция, правильно? И здесь тоже будет дельта функция. Я это так напишу. Сумма и интегралка. D, M, D, M. Сумменько-дискрепим, степенья от свободы, интегралка и интегралка. Дельта функции, да. Вот к этому актуалу у меня переходит маточный дельтин, где в конечном состоянии у меня N, F, да. N с девяточкой. А в эту штуку у меня переходит маточный дельтин, где в конечном состоянии у меня N, а в начальном маточном состоянии U, да. А D, M, это что такое? D, M, это обычное обращение для фазового объема. То есть это будет произведение по всем P, а тут снова даем, да. D, M, 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 D, M. В этом сæне от неродали 24, где яêtrelled функций закона сохранения энергии. У sı when C, 3, M, D, A. θprobаете вот это норму P, L, M, D, M, D, M, D, M, D, E, M, D, M. Это суммарно 4к the x. Получили такое выражение на американском аректе, да. который мы пишем в правилах Фейма. Из этого выражения мы обычно получаем паниоптическую теорему. Если мы возьмем состояние И то есть как состояние Ф, то есть с теми же импульсами, с теми же полиализациями, то что мы получим? Что здесь будет амплитуда рассеяния вперед Минус сопряженная величина, это удвоенная мнимая часть, правильно? Мы получили, что удвоенная мнимая часть с буквой И, на которую я сокращу, амплитуда ИП, начальное состояние такое же как конечная. Это есть сумма по дискретным ступеням, интеграл по недурымным. Интеграл походит с мерой ДОМ, да, обычной пилитейской меры. Дальней стоит М и по модулю в квадрате, правильно? Верно? И вот это величина с мощностью до потокового множителя, это есть интеграл полного сечения, правильно? Полного сечения. То есть у нас удвоенная мнимая часть амплитуды вперед, она связана с полным сечением. Это мы называли оптической теоремой. Ага, отлично. Значит, что я хочу подчеркнуть? Вот мы после этого стопнуем наши задачи. Вот здесь вот все состояния, которые мы смотрели, и состояние n, это все физические состояния. То есть это все поперечные глионы, квадратные, без всяких временных проблем глионов и духов. То есть это физические состояния. Все состояния не физические. То есть мы требуем, чтобы наша сматерца была унитарной в физическом пространстве. На не физических состояниях, где нет глионов и духи, не обязательно этого требовать. Но на предаемых состояниях она должна быть унитарной. Это наши требования. Вот давайте мы с вами продемонстрируем то, что вот это соотношение для конкретной амплитуды выполнено. То есть некое общее такое соотношение, что оно выполнено. И в процессе этой демонстрации мы увидим, какова роль духов. То есть у меня в амплитуды будут входить духи, и мы посмотрим, как они сокращают не физические степени свободы. Это наша главная на сегодня задача. А для этого давайте рассмотрим амплитуду рассеяния кварта на антиклату. Это не амплитуда рассеяния кварта на антиклату, а амплитуда рассеяния вперед. Начальное состояние такое же, как конечное состояние. Мы рассмотрим в четвертом порядке теорию возмущения. В четвертом порядке теорию возмущения просто потому, что в предыдущих порядках, в боженском порядке, в третьем порядке у вас минимум счастей не будет. У вас не обращать не будет, демонстрировать особо будет нечего. В четвертом порядке как это выглядит? Вот смотрите. Мы пишем козлы амплитуды рассеяния кварта на антиклату. Есть про один и по два, есть тот же самый про один и тот же самый по два. Что мы знаем про эту амплитуду? Здесь есть диаграммы вот такого типа, в амплитуде. Такого типа, переклещенная диаграмма, вот такая. Короче говоря, здесь есть те диаграммы, где в качестве промежуточных частиц, при разрезании этой диаграммы в S-канале, да? Причем здесь разрезание в S-канале? А вычисление вот этой минимой части, она связана с разрезанием в S-канале по правилам Коткосского, да? Если вы помните с первого семестра, то есть вот эту минимальную часть, когда мы рассматриваем канал рассеяния, мы умеем вычислять по определенным правилам. Сейчас я напомню эти правила. Вот у меня есть диаграммы, где при таком разрезании в промежуточных состояниях находится квартка, да? Квартка-антиквартка. Квартка-антиквартка. Вот эти все диаграммы, диаграммы такого типа, они мне интересны сейчас. Почему? Потому что они в точности такие же, как в электродинамике будут, да? То есть в электродинамике все эти диаграммы есть, правильно? Они все есть, и там в соотношении унитарности мы знаем, что будет выполняться никаких проблем не будет. Значит, никаких проблем с не физическими степенями свободы, у квакка-антикварка нет, да? То есть что-то новое появляется только когда у меня вот это промежуточное состояние, по которому есть удовольствие суммирование, да? Это промежуточное состояние. Только когда он у глионов. Потому что у глионов есть у физической степени свободы, и у духов есть у физической степени свободы. Мы знаем, что духи связаны с глионовыми, да? Поэтому давайте идем. Вот этими диаграммами мы не интересуемся, да? Потому что они нам уже, они нормально выполняют это соотношение унитарности, да? То есть, грубо говоря, набор разрезанных вот этих диаграмм будет равен чему? Произведению матричных, вот этих матричных элементов. Это вам на этот, да? И проинтегрированные по вот это два. Это уже выполнено, да? Это неинтересно. Интересно проверить, продемонстрировав, что это соотношение выполнено для глионовных степени свободы. То есть, для вот такого типа диаграммы. Вот здесь вот у него. То есть, есть вот, например, такая диаграмма в четвертом порядке. При вычислении минимой части, при вычислении минимой части, вы ее разрезаете по вот этим промежуточным состоянием, у вас в промежуточном состоянии два глионов, правильно? Два глионов. И вовсе не очевидно, что вы здесь режете глионы, которые могут быть и физические, и не физические в пропагаторе, правильно? А в правой части реинсценируете только по физическим крылам. Вот это n, да? Это что такое? Это вот эта амплитуда половинка, разведенная в квадрат, да? И вовсе не очевидно, что вот этих физических степеней свободы хватит для разрезанных физических и нефизических, правильно? То есть, внутри приятный момент вот в этом состоит. Почему здесь диаграмма? Первая диаграмма я ее обозначу, а дальше есть такая переключенная диаграмма. Здесь так, а здесь я ее обозначу. Получится, что вот эта диаграмма подойдет вклад в нивую часть, где из одной амплитуды две амплитуды стоят, из одной амплитуды я взял такую диаграмму, а из двух амплитуды я взял такую диаграмму, да? Т.е. вот эти вот амплитуды, вот эта амплитуда, вот эта амплитуда, вот эта амплитуда, вот эта амплитуда, это все что-то там, это куски амплитуды m, m и p, да? Понимаете? Какие у нас еще диаграммы есть? Есть еще треугольного типа такая диаграмма. Такая, такая. диаграмма в четвертом порядке человеком обозначения, да? И то есть получается, что в одной амплитуде я беру такой кусок, да? А из другой амплитуды. Я беру вот эту амплитуду. Вот. Есть такая амплитуда, да? Есть наоборот, когда они бронениными местами и вычислили, то есть у меня сначала происходит амплитудия, а потом уже в конечность и вычислили, так как расселение герраммы. Когда я пишу мне вот эту функциональную линию, я подразумеваю, что я вычисляю по этим амплитудам, вычисляю эту мимую часть, да? По правилам Коткостского. По правилам Коткостского мне что говорит? Я должен написать все мои амплитуды, да? И разрезать всевозможные способы у них в S-канале. У меня мимая часть появляется сейчас в S-канале, да? То есть мимая часть, это фактически что такое? Она связана с качком амплитуды в S-канале. Скачок амплитуды в S-канале мне будет давать удвоенную амплитуду в S-канале, то есть то, что не надо найти, да? А скачки я вычисляю по правилам Коткостского. То есть рисую все амплитуды и разрезаю их всевозможными способами, чтобы у меня разрезал по S-каналу, да? Вот эта диаграмма будет отвечать соглашению мимитарности чему? Потому что из одной M я взял такого же ингредиционного типа диаграммы, а из напряженного я взял вот исходную такую диаграмму, да? А что еще есть нетривиального в четвертом порядке с участием глионов и узбов? Есть еще какая диаграмма здесь? Вот это я с глионовыми нарисовал, есть еще с духами, правильно? Вот эта диаграмма, диаграмма, для того с духами выглядит так Во-первых, я с глионами еще не все нарисовал С глионами еще вот такого типа диаграммы То есть вот такая диаграмма, да? Я ее при вычислении минимальной части режу по вот этому двухчастичному состоянию Вот такого типа диаграммы Она, кстати, потому что коль скоро вот эти две линии, это линии самосприженого поля, то есть вещественного поля, две одинаковых линии, она идет с симметрильным фактором 1-2 То есть когда я амплитуду записываю для вот этой картинки, я не должен забыть написать там 1-2 Есть такая же диаграмма с духами Давайте я вот здесь внизу одну сторону напишу, чтобы про нее не забыть А с духами я пишу диаграмму Вот такую диаграмму И помню, что в духовой петля у меня входит с обратной минуты, правильно? Вот эту игру Чтобы это запомнить, я вам сразу вот сюда вот написать, чтобы не забыть Все равно картинки не складываю никогда, складываю куски, они живут, да? Откуда берется эта вторая фактор? Ну давайте Давайте Скажу справка Удобно 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 С-матрицу до соответствующего порядка теории возмущения И смотрите сколько там разных спариваний возникает Да? Разных спариваний Вот То что здесь одна вторая Это частный случай общего факта. Например, если у вас есть диаграмма такого типа, но я в некой тиммале, скажем, лямблой F4 я рисую, такого типа, то у вас будет фактор с нитрины 1 на 3 бактериалов. Здесь фактор 1 на 2 бактериалов, 1 на 2. Если у вас три одинаковых самосопряженных линии будет, соединяя это на вершину, то будет фактор 1 на 3 бактериалов. Если у вас есть, скажем, некая линия, та же теория лямблой F4, у вас есть вершина, которая связана одной линией сама с собой. У вас будет стоять единица на 2 в степени 1. У вас одна линия соединяет вершину с саму собой. То есть, здесь это дазолеон, например, тоже куда-то до второго. А? Да. А какие еще варианты могут быть? Сейчас. Ну, например, такой вот вариант есть. Здесь, скажем, такая. Потом через три примера посмотрим. Вот, скажем, вот такая диаграмма, если у вас есть, в теории, если у вас есть четырьмя, то здесь по факторам будет тоже одна вторая. Почему? Потому что у вас есть две перестановки. Две перестановки, включая единичную перестановку, и еще одну перестановку двух вершин, которые вам переводят диаграмму саму в себя, не меняя внешних линий. И смотрите, сколько у вас перестановок, вершин, переводящих диаграмму саму в себя. Вот у вас видно, что есть вот одна вот такая перестановка, которая диаграмму в себя переведет. Вот общая формула для симметрийного фактора, она в следующем номере поможет. Это можете в Ченгрии посмотреть, в предложении, ну, Ченгрии, при непровочной теории Нитарова-Штиц. Там в предложении есть для этой формулы вывода несколько примеров. Это есть G, G это что такое? Это количество перестановок вершин при фиксированных внешних линиях, переводящих диаграмму саму в себя. Умножить на произведение по всем вершинам и по всем парам вершин. А произведение от такого выражения, два степени, вот это, бета-Н, где, вот вы для каждой вершины, по которой это произведение, и смотрите, сколько у вас линий соединяет эту вершину с ней же. Да? И вот это бета-это число линий, которые соединяют вершину само собой. По-русски говоря, ну, вершину с той же самой вершиной, да? Вот здесь одна линия, вот здесь бета равно единице, да? Поэтому будет фактор двойный. Также еще есть, так напишу, M в степени альфа-Н. Вот если у вас есть пара вершин, вот здесь произведение по парам, так посмотрите, да? Вот у вас есть пара вершин, да? Пара вершин, соединенных M штук самосопряженных линий, то есть одинаковых одинаковых линий, без стрелок. Либо это вещественные скаляры, либо это глеоны, либо фотоны. То есть у вас есть одна пара, соединяющая одна пара, на которой у вас есть три самосопряженные линии, да? Три самосопряженные линии. Вы должны написать три факториала, а здесь альфа-это число таких пар. Альфа-это число пар вершин соединенных M самосопряженными линиями. Число пар вершин, вот для этой диаграммы здесь одна пара. То есть альфа равно единице, а M равно трём. Правильно? Потому что у вас три самосопряженные линии. Почему тогда это все в числении, а М-цинамина? Потому что весь медленный фактор это единица на x. Единица на x. То есть вот такая общая комбинаторика, которая нужна только в высоких порядках теории у мужчин. Вы с ней раньше никогда по этому и не сталкивались, поскольку вы про высокие порядки нигде не говорили на курсе. Общее выражение для семиклинового фактора, оно как-то так вот выглядит. Ж – это перестановка вершин при фиксированных внешних линиях. Количество таких перестановок включает единичную. Вот, например, вот здесь вот у вас есть единичная перестановка и вот такая перестановка, которую диаграмма у себя переводит. Бета – это связано с числом линии, соединяющим вершину с самой собой. А вот этот умножитель – это число альфа М – это число пара вершин, пара вершин соединяющих М самосопряженных линий. И пара вершин соединенных М самосопряженными линиями. Вот, поэтому здесь вот будет фактор 1-2, благодаря вот этой диаграммы, в силу вот этого правила, у нас есть одна пара вершин соединенными двумя самосопряженными линиями. Поэтому будет единица на два факториала стоять. Вот, это я нарисовал духовую диаграмму, которую мы при вычислении мимой части тоже должны полезать. Но подчеркиваю, вот здесь вот суммирование, в правой части соотношения мимитарности, суммирование идет только по физическим степеням свободы. То есть, вот в правой части нету таких N, который является духом и антидухом. Здесь есть только поперечные глионы. В этом смысле это соотношение одно не тривиальное. Потому что, с одной стороны, в правой части у вас N это только поперечные глионы, да? А в левой части у вас разрезать вы можете и поперечные глионы, и нефизические глионы, а также и духи тоже, да? Вы их разрезали, вычислили вот эту руминовую часть, и вовсе нетривиально, что у вас здесь будет равенство. Вот это прочувствовали, что это нетривиально будет? А теперь давайте продемонстрируем, что это действительно будет равенство, конкретно для данной амплитуды, да, для данной амплитуды, что это будет равенство. Для этого давайте я чуть сотру. Значит, первое, что мы сейчас с вами делаем, первое, это смотрим на левую часть соотношения унитарности, которую мы хотим проверить, да? На вот эту двойную мнимую часть. То есть смотрим на двойную мнимую часть. Мы её будем вычислять по правилам Хаткосского. Вот я уже нарисовал эти амплитуды и их разрезал. Обращаем внимание, что разрезать имеет смысл только в двухчастичном состоянии. А почему? Давайте немножко напомним про эти правила. Ну, на примере вот этой диаграммы, да? Вот у меня здесь есть два вносятеля К1 и К2. Два импульса промышленных петлионов К1 и К2, да? Они в петле находятся, в петле, да? То есть как у меня выглядит вот эта амплитуда, этот кусок амплитуды, отличающий данный диаграмм, да? Это есть некое петлевое интегрегивание. Я его напишу как D4К1, D4К2, 2П4, 2П4 и дельта функция напишу. Сумма начальных петлионов К2, минус К1, минус К2. Правильно? Это моё петлевое интегрирование. У меня один петлевой импульс здесь, да? Я его написал как два петлевых импульса, но это функция. Могу так сделать? Правильно? Амплитуды не запрещают. Дальше у меня... Что здесь есть в другом амплитуде? Есть выражение для пропагаторов, да? Для вот этого пропагатора, для вот этого пропагатора. Как мы можем видеть? Мы рассматриваем вот эти амплитуды в калибровке, где у нас есть духи, да? Чтобы продемонстрировать нетривиальность этого соотношения, например, будем рассматривать лоринцевскую полипровку в кси равной единице, да? Калибровка в кси равной единице. То же самое, что для фотона, да? То есть пропагатор у нас выглядит как G. Верхний пропагатор будет выглядеть как G. минус, минус, мю штрих, дельта, а, а, штрих, здесь на k1 квота, плюс миноль, да? Это вот этот пропагатор, здесь имбликс мю, здесь имбликс мю штрих, да? Мю, мю штрих. Второй пропагатор, минус и, G, минус, мю штрих, дельта, б, б, а, штрих, б, это цветовой минус. Здесь это был индекс а для а, штрих, а здесь индекс двое б, а, штрих, да? Поделительная k2 квота плюс и ноль. k2 квота плюс и ноль. Это я написал вот эти пропаганды, а кроме них здесь еще есть два вот этих пуска, да? Вот эта вершина и вот эта вершина. Ну а как я напишу? Я напишу так. Это, ну, напишу, что это T1, T1, здесь индексы мю, ню, а и б, да? Мю, ню, а, б. Т1, миню, а, б это вот эта диаграмма. Диаграмма, где квота плюс и как, приходит в глион, в два глиона, да? То есть T1, T1, миню, а, б, это есть вот такая диаграмма. Порядка? Я просто напишу, явное выражение в основном, сейчас с этим делаю. От второго блока, да? От второго блока точно такое же выражение, T1, только мю, стрих, ню, стрих, а, стрих, б, стрих, правильно? А, стрих, б, стрих, б, стрих. И вот эти индексы, ню и а, б, они через глионный пропагатор друг с другом сворачиваются, правильно? То есть это вот я написал в мою выполнение. Я вам напишу вот. То есть T, не знаю, я вам один напишу. Я вам один напишу. Я вам один напишу. Вот. Значит, что мне говорит правило Кобковского? Вычисление в немой части. Т.е. как вычислить в немую часть? А нам не говорит следующее. Что я должен каждый пропагатор, я должен каждый разрезанный пропагатор заменить на минус 2. и дельта-функция. Так, обратно, в минус 2. То есть каждый разрезанный пропагатор, что только в минус 2, плюс 0. в минус 2 и дельта-функция. Я вам такое не представляю. То есть здесь при вычислении в немой части я объявляю два пропагатора. Два пропагатора. Вот этот пропагатор и вот этот пропагатор. Да? А вот смотрим, куда он переходит. Все, вот это куда перейдет. Если я единица на К квадрат, заменяю на минус 2π дельта-функция, да? Здесь будет минус 2π дельта-функция 1 в квадрате. Правильно? Вот это все. Здесь, соответственно, то же самое. При вычислении в минусой части, по правилам гороскопов, это перейдет в минус 2π дельта-функция 2 в квадрате. Верно? Смотрите. 2π здесь, дельта-функция 1 в квадрате. И вот эта мера. На что переходит? А в данный момент сокращается, да? Дельта-функцию можно снять, правильно? Можно снять. И куда это перейдет? Что это будет? На что это будет похоже? Это будет инвариантная иерусивистская мера, правильно? Д3К1 на 2π в квадрате на 2 энергии. Верно? И фактически у меня при вычислении в минусой части, при вычислении в минусой части, Видни, что получится. Получится интеграл ее от 0,2, да? 1,2 в квадрате на ютирический фазовый объем. 2π в квадрате на 3obyj. Лишь в квадрате в квадрате на 3쪽 и 1 κ 2π в квадрате на 2y и 2π в квадрате на 2y. И 2π в квадрате на 4 зуб. Вы бы не сказали, что здесь будет четвертая забавка Здесь в петлевом интегрировании одно только четвертое узла То есть вся вот эта радость вместе с гельта-функцией из правил Косковского перейдет в инвариантный фазный объем Вариантный фазный объем И все будет Т1АВ и ню Здесь будет Т1АВ и ню То есть вклад в эту интегрировую часть будет даваться чем? Произведением двухчастичного фазного объема и двумя вот этими прикидами Такой он будет и с огряженной мультурой Классно? Отлично! Почему не надо разрезать? Правила Косковского говорят, что вы всевозможными способами разрезаете вашу диаграмму А вот таким способом смысла разрезать нет Почему? Например, так вот разрезал Ну потому что это не будет входить в петлевую альтограмму Ну потому что я вот этот инвестор еще на массовой поверхности Когда я говорю, что пропагатор заменился на дельта-функцию от К2АВ на нулю Я поместил эту штуку на массовую поверхность Но вы знаете, что у нас же нет переходов с массовой поверхности 2х2х2х2х2х2х2 в глион То есть такая амплитуда под законом сохранения метра испечена То есть этой амплитудой не будет Ее поступит в петлевую 4-дельта-функцию подвесную, которая в D0A1 стоит В петлевую 4-дельта-функцию ее убьет Разрезать я должен всевозможными способами, но не тривиальным, а разрезание останется только двухчастичным. Правильно? Сейчас мы помним, как выглядит вычисление скачка. Это выражение я пишу для удвоенной мнимой части. Это выражение для скачка, правильно? Это правило вычисления скачка, то есть удвоенной мнимой части. Теперь вы мне сами подскажите, как будет выглядеть тогда удвоенная мнимая часть для всей этой амплитуды. Таксилетры поведуты. Давайте я делаю протокол, но вы здесь сейчас приходите. Просканал. Давайте введем вот такую амплитуду, я ее весь обозвал. Такую амплитуду мы введем. Амплитуду дается следующими диаграммами. Вот такая диаграмма, которую я нарисовал. Одна диаграмма. Ее введем. Амплитуду. Такая диаграмма. Перекрещенная диаграмма. То есть я нарисую сейчас все диаграммы перехода кваркер-дикваркер два глиона. Их будет в данном случае три штуки. Правильно? Такая. Никакая еще. Кваркер-дикваркер два глиона. Глиона. Треглиона решила. Треглиона решила. Треглиона решила еще. Он глиационного типа. Правильно? Вот такая. Адреграмматика. Перешли два глиона. Глион здесь К1, здесь К2. Адреграмматика 1, здесь К2. И введу еще к духову тоже. Амплитуду. С, А. Амплитуда? Это амплитуда перехода кваркер-дикваркта в духовность духа. Вот у меня кваркер-дикварк. И вот он на чердон. Решли от духовности духу. У духа только есть световой индекс. Да, присоединяем. Вставление. Здесь, чтобы только 1-2. А на этой стенке, в четвертом порядке, если в элитетране. И здесь еще 34 уголовные вещества. А какие? Нет, два раза четырех уголовные вещества. Будет у нас тоже надо. Да. Ага, ничего. И вот так вот, да? Так? Сейчас. Ну да. Ну, здесь порядок-то какой-то. Нет, нет. Здесь стоит G, 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 G и G2. Как? Просто в петле. То есть идет G, 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 G и G, G. И вот так вот, что ли? Вот так? Да нет. Может нарисуете, наверное, со мной? Да нет. Может нарисуете, наверное, со мной? Такой не рассмотри, стой, стой, стой. Порядок у неё четвёртый. Порядок у неё какой будет? Четвёртый. Здесь G квадрат стоит. Здесь в вершине G, здесь G квадрат. Порядок у неё десятилетий четвёртый. Ну а чего у неё не так? Ну кроме того, что оно в размерностной регуляризации получится нулевой, но это отдельная история. Если вы начнёте рассчитать, у вас здесь будет стоять некая предмяка. И в фейманской калитровке я бы не домасштабно играл, скорее. G4B это просто будет много. Но в ней ещё не так то, что она в минимумную часть не даёт флаг. А, она даже вот сюда относится. Ну, а? Она как бы вот сюда относится. Вот, в эти диаграммы. Ну, она относится вот в этом многоточии. Тех диаграмм, которые либо дают мнимую часть, но такую же, как в хэде, либо они вообще не дают мнимую часть в принципе. То есть, здесь приходится разрезать только одночатичное состояние, а оно нему часть не даёт, как мы обсудили вот в этом примере, да? В доме того, у нас в регуляризации будет довольно много, просто в диаграмме. Ладно. Сейчас мы должны сообразить следующее. Вот у вас есть двойная часть, да? Двойная часть амплектуры, записанной всеми вот этими диаграммами. Включая вот эту тоже, да? Эту диаграмму тоже записали. Потом начали считать ее мнимую часть по правилу Капковского, да? Вот разрезание. Разрезание. Что мы получим в результате? Можем мы как-то это записать? Вот я специально, чтобы вам было проще сформулировать ответ, ввел две такие амплитуды. Одна амплитуда перехода квак-антик-вак в аквалион, а потом перехода квак-антик-вак в аквалион, да? Видно, что при учитлении мнимой части будут возникать какие-то произведения этих, правильно? Произведения. Но вот как можно записать мнимую часть, что такое будет? Интегралка твоя 2, да? От всех пропагаторов разрезанных, будет тим вариантный фазовый объем, да, интегралки и вариант павозовый объем. Интеграл от петли плюс разрезанный пропагатор даст интеграл по инвариантам фазового объема. От чего? Вот, например, первая диаграмма, мы разобрались, как она будет выглядеть. Она будет выглядеть в Интеграл от петли и вот этот кусок на такой же сопряженный кусок. Да? А минимая часть от вот этой диаграммы так будет выглядеть. А, это просто начинает выглядеть. А ты ее нюх, но она же населяет. Это что такое будет внутри амплитуры, да? Это будет произведение вот этой амплитуры. Т.е. в 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 т.е Вот эта диаграмма в произведениях двух, вот такого и сопряженного, но коэффициент 1,2 есть еще. Общая 1,2. Значит, каким образом можно записать полный ответ? Полный ответ, подсчитанный по правилам Кодкостова. Что это такое? Догадаетесь? Да, это будет произведение Т, как я описал, на Т минус АВ сопряженное, че еще? При этом несколько раз я одно и то же вычитываю. Вот смотрите, например, если я вот такую диаграмму умножу на такую же сопряженную. Это будет то же самое, что я вот это умножил на себя, правильно? То есть при этом у меня двойной счет происходит здесь, да? То есть нужно пополам цель, да. То есть я пишу пополам. Этот пополам он учитывает либо двойной счет, например, я вот эти диаграммы, как я сейчас показал. Либо он учитывает что? Одну вторую. Либо одну вторую из фактора симметрии. Понятно? То есть для вот этой диаграммы, например, у меня будет такая, но такую же. Один раз. Но там есть одна вторая из симметрийного фактора. Вот эта диаграмма получается. Это будет на САВ на САВ сопряженное, да? Совершенно верно. Но это минус, правильно? Из петли. А это же именно САВ разделили на вжив. Именно ИНа С, да. У нас ИНа с минус единиц. Не, но ИНа и сопряженное, это же минус. Можете ее подписать или подписать. А, все, да, я согласен. То есть будет минус САВ на САВ сопряженное, правильно? Вот на это еще раз внимательно посмотрите и скажите, понятно вам? Все, все пары у нас производят, все разрезанные диаграммы у нас производят такое произведение. Ничего лишнего это смотрят, ничего. Ничего лишнего. Правильно все? То есть вот это мы получили из правил Коткосского, да, с вами. С одной стороны. Ну и все, да? Ну и все правильно описано, да? Что такое правая часть соотношения вегтарности? Что такое правая часть соотношения вегтарности? Вот в правой части еще раз подчеркиваю 10 градусов. Здесь только физические глионы у меня находятся, да? То есть правая часть, вот в масле в четвертом порядке, да? Ну и я так пишу ДРВ и КМН и по ноте вегтарности. Что это такое происходит? У нас только ДРВ, правильно? Когда мы с четвертом порядке работаем, будет ДРВ. Это интеграл ДРВ, да? Еще что? Здесь вот только глионы. И только физические глионы. То есть вот эта штука, она связана с каком? Стейн или СС? Только СТ, потому что у меня в правой части есть только глионы, правильно? Духов физических и пространских нет. То есть только глионы, причем вот эти глионы, они берутся только по первенчинам, да? То есть общая облика вот так записывается. Это сверху вот эта диаграмма с векторами поляризации, да? Здесь вектор поляризации, здесь вектор поляризации. Я возложу это по модулю к квадрате и суммирую только по физическим состояниям. Вот эта сумма, эта сумма только по физическим состояниям, да? То есть что возникнет? Возникнет Т-мин-АВ, Т-мин-мин-АВ с разверточкой, да? Из сопряженной амплитуды. А сумма по только физическим состояниям мне даст вот этот убор. Правильно? Понимаете? Вот еще раз, видите. Амплитода перехода в партии степлазм в два амплитона. Это что такое? Это есть вот эта диаграмма с вектором поляризации. Е1 мил, Е2 мил, да? Дальше я это разложу по модулю к квадрате и суммирую по поляризациям конечных геонов. Он суммирует только по поляризациям физических геонов. Он в соотношении данности только физические геоны в правой части. Вот суммирование по физическим поляризациям дает мне вот этот вот тензор, да? То есть будет стоять П, Ню, Нюстрих по первому глину к 1 и П, Ню, Нюстрих по второму глину к 2, да? И входит только и туда Т. Никаких С у меня нет. Никаких С у меня нет. Правильно? То есть тривиальный момент состоит в чем? Что вот это выражение совпадает с этим выражением. Если его раскрыть, его как-то преобразовать, то они должны совпасть. И в этом некая нетривиальность состоит. Понимаете? Давайте это продемонстрируем. Чтобы нам привести вот это выражение к вот этому выражению, нам нужно яблоко написать, как выглядят вот эти амплитуды, и получить между ними некие соотношения. Эти соотношения это будут аналог сложных гонда в электродинамике. В электродинамике мы с вами что? Что бы сказали про эти амплитуды? Что если я вот эту амплитуду, скажем, т-меню, где здесь есть два пакона, это вообще не будет, да? Умножен на k1μ, то что получится? Если вектор поляризации заменен на k1. Вектор поляризации Е1 заменен на k1. То что будет? Калибровочный вариант. У калибровочного варианта застанет что? Ноль. Это должен быть ноль, да? В электродинамике где-то где-то какие-то диаграммы есть, это было бы ноль. Сверху t-меню с k1μ или t-меню с k2μ дала бы ноль, да? Ну давайте увидимся, сейчас запишем выражение в КХД для этих амплитудов, увидим, что здесь это не так. То есть по другому все получается. Нужно место, поэтому я все затру, кроме вот этих диаграмм и того, что здесь. Поехали. 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 Ну вот, чтобы выражение в КХД на наших амплитуд. Вот этих Vita и посмотрим пока нигде будет идти. Давайте с того, что попроще. С ТС. Т.е. С обреченного. С обреченного. С обреченного. С обреченного. С обреченного. Правила фильма напишется на И в табли-тубе, поэтому на И сразу же напишем. А здесь будет то, что по правилам фильма пишется. Давайте доскликнем длитель. Пишем выражение для амплитуды вот этой диаграммы. Мы работаем в феймановской калибровке. Как я уже сказал. Феймановская калибровка. Феймановская калибровка. Это что такое? Феймановская калибровка Лоренц и Семенова Гуницы. И там у нас есть духовая вершина. Т.е. вершина взаимодействия глиона с цветовым индексом С. С администрацией. С дух-антидухом. Дух 1. А этот минус к 2. Сейчас посмотрим. Цветовой индексы здесь А, здесь Б. Феймановская калибровка. То есть есть такая вершина. Мы ее фактически на прошлом семинаре в конце вывели. Мы там работали для феймановской калибровки. Но я сказал, что для лоренцевской калибровки будет все то же самое. Уражение будет такое же. Только вместо пространственного индекса надо писать индекс четырехмерный. Как она пишется? Это есть минус ПЖ. Генератор в присоединенном представлении. Сколько у духа в присоединенное представление? Цветовой. Подчасовой стрелки С. АВ. Ну а импульс. Текущий по стрелке К1 в данном случае. И по минус К2 можно писать. К1. То есть духовая вершина выглядит вот так. Вот это вершина. Здесь стоит наш пропагатор. Феймановской калибровки. А здесь обычная вершина. То есть вершина. Какие у него можно? Это что такое? Минус ИЖТ. То есть это индекс С. С этого будет. ТЦ. Вот эта вершина. Это вот такая вот вершина. А здесь пропагатор? Да. Вот рисуем. Сначала в первую часть. Мы с чертой, да? Вот здесь П1, минус К2. То есть мы с чертой А2. Минус ИЖТ. Обратите внимание. Они очень похожи. Да? Если минус ИЖТ, минус ИЖТ. Если генератор соответствующему поставлению. Если генератор соответствующему поставлению. И если генератор поставлению для духов. И затем смотрите, что это делается. Угу. Значит пошёл. Пропагатор. Пропагатор Углеона. Как пропагатор у нас. Вот. Феймановская калибровка. Так же как у футбопатона. Не узкие. Да? У узкие. Ну, дальше идёт режим Минюл, который вам делает этот индекс таким же как это. Но можно это всё уметь. — Да, минус и поделить на всё. Ну раз. Попадал. И пошла вершина духовности. То, что я не normally наличил, он не стоит писать правой вершины. Это мухи. У них нет никаких спинов. Они, в этом смысле, как столярные шпицы. Версина вот такая. Где F, где T, это генератор при соединенном к вставлению. Минус K и F, B, C. Общите, я вам сразу попробую, чтобы не переписывали то же самое. Сразу А, Т, Амин, К, и F, B, C. У нас есть G, F, B, C и гамма. Какая гамма? Я не знаю, гамма, гамма в сценарии действует, а здесь не импульс стоит. На прошлом семинаре, помните, Владимир, выражение этой вершины, там импульс стоял. В Кулоновской перебровке здесь стояла K, I, трехмерная, а здесь стоит K, M, четырехмерная. K с каким импульсом? Таким же. Таким же как импульсом, да. Давайте все импульсом качаем, собираем. Здесь, здесь. Нет, вверху, сюда. Давайте туда, вверху, для солдейчиков. Чтобы достал нас в солдейчиков. А, ну все I у нас просто легенеть? А, нет, а то у меня все будет. Где все еще минус? У нас вот это штык минус тей будет. Это все это единице, и вот это минус тей. Еще один будет. Будет минус I, минус I, F, C можно вынести тоже, G квадрат можно вынести. Минус I, G квадрат, C. Там раньше не U будет? Какой U, блин? А вот он что написал. Ну что такое? У или B. У меня здесь квадрат, здесь квадрат. Здесь квадрат. Здесь квадрат. Ага. У вас чертой по два, да? Что там будет? К один со шляпой. Добавлю это с квадратной шляпой. Так, вот это вот. Их неважно подписать, они в разных пострадствах действуют. Гамма-матерские действуют, и в новом пострадствах, дальше в четвертым лап. Генератором и милицидовом расходствах. И пропагатор еще есть. Один поел, вот этот лап. Угу. Да. Угу. Вот так вот. Поэтому мы получили выражение для вот этой диаграммы, да? Для вот этой диаграммы. Хорошо, теперь получил выражение для вот этой диаграммы. В общем, что такое? П. Как только ты сначала? Ди и на АВ. Ди и на АВ. Значит, общий Ди и на СТАИ также. А где включим, чтобы правило Фейнер свести? Здесь три вклада будут. Три вклада. Пока вы пишете первую, я тут в самой верхней трёхклённую решила. Напомню, как она пишется. Значит, здесь втекает импульс минус К. Здесь втекает импульс минус К2. Минус К2, да? Му. Му. АВС. Вклад первый пишите. Почему надо? Что? Вклад первый диаграмм. Ага. Ну, такой же как и динамика, только вершиной генератора экспертного нас. Так. Что у нас получается в первой трёхклённой? Что у нас? Ага. 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 Михаил Л speed. Продолжение следует... 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 Дальше что у нас? Минус х2 и еще... Минус х2, по минус вот это все, да? Пусть можно минус уносить лучше. Или так. Да, по минусу есть. Так. Почетче пишите, чтобы мы по минусу и плюсом не перепутали. Это будет очень неприятно. Так. Верно, что происходит с нами? Синдексом мы делаем. Минус х2 и Старайтесь вместе сюда. Да. Это будет минус х1 А, нет. Вот это. Минус х2, минус х1 Это плюс х1 Угу. Режим 2 х1 плюс х2 Синдексом отставки совершим. Минус х2 И g Стоять... Стоять между герой... Ну и лямбл Давайте посмотрим. Угу, это такое выражение украшения. Да? Отлично. Ну, давайте, так, будем её переписать упрощённо. Давайте, вот это у нас есть в тигнаторах, да? Многие доски всё равно не подталкиваются. И соотношение нитаргости, которое мы будем проверить, у нас тоже есть. Переписываем сюда вашу манглективую. Там s мы написали, теперь у нас осталось, ну, а почему? Отправить это все. Ну, вот это всё переписано, но упрощаем, ребят. Вот это правильно. И g везде одинаково, конечно, можно уместиться. То есть, g в квадрат везде будет одинаково, да? g квадрат нужно уместить. И на g квадрат. И на g квадрат. И на g квадрат. Рулить. Наверняка вы путаете или? Сейчас, пожалуйста. Погодите, скажите, почему именно g квадрат? У нас вот минус, и ещё минус лих. Где? Вот ещё есть. А, ещё вот тут. Да. Или ещё здесь и... Ну, вот, допустим, на первый. Давайте посмотрим на первый вклад. А, тогда и плюс единица 2. То есть, минус g квадрат. И просто минус g квадрат, да? Да. Минус g квадрат. И всё. И всё. Первый вклад, вот эту компактную пишите. Просто вы с чертой здесь есть на 2. Понятно, что вы у нас на 2 нет. Числительный. Так. Там ещё галмани у нас есть, да? Где-то? Угу. Да. Можно первый или второй вклад. Можно написать это. Вместе вы укутайте лоринцевские индексы и цветовые. Сначала пишите все лоринцевские, потом цветовые. А, собственно, галмани. Ага. Ну, просто чтобы они не болтались между. Они коммутируют, естественно. Они галмани в разных пространствах. Не вот здесь. Всё, мы обгоним, а потом у вас идёт попугам. А, извините. У меня идёт со шляпами и всё. Ага. А по этим минус ками. Просто. Чуть-чуть пошустрее, мы переписываем все в углу здесь, да? Сказали, да, магнижем у вас еще эргам. Теперь самое время генератор написать. То есть, порядок какой? Это Б, да? Да, да? Вот их уже нельзя комментировать. Они должны правильно оправиться. Вот так. Угу. У нас пленок ниже. И мы не лучше делись. Ну, можно все вынести. Можно все вынести. Да. Удобновляйтесь в большую стопку поставьте. Ага. Так. Здесь плюс у нас. Тоже тут плюсом. Здесь все то же самое, только вот здесь. В порядке генератора, да? В порядке генератора, да? Генератора. 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 Так, и здесь уже генератора два. Давайте сразу с прицелом на будущее. Я пока не секунду. В силу законосохранения П1-К2 это что такое? Это то же самое, как что? Так. П1-К2 это то же самое, что... К1-К2. Напишите. К1-К2. Ага. И в номинате для него. Ага. И генератора в правильном порядке, да? Ага. И в номинате для него. Ага. Пишите. Прям глёванную. Так. А у нас минус ей было, поэтому она с минусом идет. Да. А стоп, у нас тут... Давайте мы этот минус, чтобы он... Чтобы было так же, как раньше. Ну и у себя там хм. Квадратную скобку, да? Да. Чтобы было с тем же знаками. У нас все равно еще минусе от fbc остается. А, еще минусе от fbc, да? Ну, хорошо, он пусть остается. Так. Ладно. Попишите правильное выражение. Только минус 5 квадратов вынесли, да? Да. Значит, минус 5 квадратов вынесли. Давайте так сделаем. Подождите, вот, секундочку. Вот эту гамма-лямбу, да? Да. Мы ее сюда свернем, да? И вот у нас здесь будут соответствующие шляпки. Угу. Так. Сначала генератор, pc, да? Вот минусе еще тогда. Минусе. Какое минусе? Попишите. А, tfbc. Из генератора, да? Вот тут. А у вас еще вот этот и есть? Так оно вот там. То, что вот эта яна общая, она вот снаружи. Ага. Снаружи? Где снаружи? То есть, его там совсем сократили? Вот это и, его сократили вот с этим и. А здесь вот с этим и, а еще есть. Хорошо. Так. А, ну и гамма-лямба по скобочкам. Гамма-лямба по скобочкам. А, еще одна. Попишите. Дальше. Попишите. Попишите. А. И гамму-руми, храните вонутри, да? Да. Гамма-лямба-руми. Галмо-руми. Ага. Нажим-руми. Так, извините еще раз, ну, секунду, если вы все так пишете, то общая дна у вас, смотрите, минус i g, минус i g дадут вам минус g квадрат в минусе, да, осталось минус i отсюда, минус i один, а, я один минус, допустим, да, будет плюс. Вот, гамма, гамма, гамма в какой-то минус, на K1 плюс K2, это чисто, их можно представить, гамма влажаться, да, кодексы минусы, да, здесь работают я на минус, ага. И вот, здесь 2K1 плюс K2, да, 2K1, с K2 и минусы последовательности вот еще. Это мы записали сейчас в амплитуде Амплитуду для рельсов и амплитуду для перехода марки антиквартов за углом Сейчас мы подбираемся к самому скучненькому Давайте теперь рассмотрим, как у нас изменится точчество ворта То, что у нас равен еще было нулем Сейчас у нас уже перестанет быть нулем Рассмотрим, как раз у нас здесь написано все Рассмотрим, что такое TABμ, умноженное на K1μ Вот такое выражение рассмотрим На K1μ, да? Да Сразу будем подставлять и сразу будем упрощать Что это такое? Раньше в электродинамике это был 0, да? Посмотрим, чему это равно здесь Отсюда начинаем Отсюда 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 Значит, мы должны с по индексу мю свернуть с K1 То есть будет K1 здесь, да? Шляпы? Или еще тут проделся шляпы, а я она может вместе, если я не ошибаюсь На K1 квадрате в году К квадрате в году В году ноль Да? Вот у нас они на массовом пойме месте находятся Погодите секунду ещё Подождите секунду и ещё 4 Значит, представьте Здесь у нас стоит K1 Да? Со шляпы Если я этот k1 прокоммутирую через p1, представляете, да? p1 прокоммутируем, у меня осталось удвоенное столярное произведение, ранее коммутировалось p1 А здесь возникло минус p1 плюс масса, да? И это все действует у нас минон у Что это такое будет? Это будет ноль, правильно? Потому что минус p1 плюс масса И у нас, опять же, k1 остался прощать, да? На у от p1 Это есть ноль в силу уравнение теракта, верно? В силу уравнение теракта Значит, у нас что здесь сейчас станет в числителе? Вот что масса и плюс два баланса Нет, масса, масса, баланса, баланса Просто удвоенное столярное произведение? Удвоенное столярное произведение А знаменатель что у вас? Так, а знаменатель у нас Масса, минус масса и ноль тут тоже удвоенное скрайрное произведение Тоже удвоенное скрайрное С минусом С минусом, да? С минусом, да Сейчас считаем С минусом, то есть это минус гамма нь Будет минус гамма нь И второй генератор еще, да? Выспеваете, да? Смотрим. Мы уравнением генератора используем. К1 протащили, вот этот К1 соответственно, протащили его влево, да? Окей, сюда смотрим. Здесь история такая. Здесь у меня сначала идет К1, да? Потом идет К1 минус К2, К1 минус К2 плюс массу, правильно? И здесь спинар В, счет П. Здесь как надо поступить? Так, здесь мы хотим получить минус К2 плюс массу. Плюс К2 плюс массу. Ну, что-то на В подействовать. К2 плюс массу. К2 плюс массу. К1 опять втащили сюда. К1 хватает Д0. Здесь антикоммутируем. Что получится? У нас тут тоже будет удвоено произведение, и я нужен знаменателем. Ну, здесь оно уже сознательным таким же, как знаменателем, да? То есть тут будет плюс. Плюс. ТАТБ. У нас тут антикоммутатор будет. Обратите внимание, почему анти? Нет, в смысле будет для Т. Для Т. Чему анти? ТАТБ. Коммутатор, да? Коммутатор, да? Да. Вот они в тетрадках не пишут, а мы сейчас сразу его запишем. У нас получилось, что от первых двух знакаемых возник коммутатор. Ну, давайте мы переписываем. То есть это что такое? Гаммоню умножить за что? На Т. Ну, так вот это то, чему нравится. Это сейчас Ки, Ф, АВ, Ц, Ц. АВ, Ц, КАВ, Ц и Гаммоню. То есть первыми двумя кланами разобрались. Остался вот этот склад. Т.е. мы умножаем и сворачиваем по индексу μ с К1, да? То есть К1μ. Все сворачиваем. Вот внизу напишите, что у вас получится после свертки, а сюда мы будем писать уже преобразованное выражение. Т.е. если я сверну с К1μ, то что останется здесь? Подписывайте. Так. Т.е. мы сворачиваем вот эту трехлининную машину с К1μ. 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 Вот К1μ, да? Больше. Так. Здесь у нас тут... А, оно вот с этим будет сворачиваться. К1м, сверхнется 0. К1м квадрате дает 0, и здесь осталось... Скалярное произведение. Скалярное произведение, да? Немного два. Скалярное произведение, да? Угам. 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 А здесь... Здесь просто скалярный произведение. Ближе к нему к К1. Чтоб нет, так... Здесь в граде сошля, предположим. Да, здесь вот с этим обновлено 0. Еще огонь. А, нет. Попробуем сворачивать. А, ну здесь такая останется. Такая останется, да. 2 плюс 2. Ага, отлично. Теперь пишем сюда, что у нас в результате оставили все эти действия. Сначала давайте вот эти слагаемые посмотрим. 2к1к2. 2к1к2 это то же самое, что k1 плюс k2 в квадрате. Правильно? Они же у нас на массовой поверхности. То есть вот эти 2к1к2 они сократятся. И какой вклад они будут? 2 минус. Какой вклад? 2. Нет, 2к2. А, 2. Да, 20к2. И это вот это c. Ага. То есть оно вот с этим. Да. То есть мы получили, что вот эта слагаемая дважды подчеркнутая, да? Оно бьет нам наш вот этот коммутатор, который здесь возник. Правильно? О, сейчас напишем, что он будет. Пока что просто написали. Окей. А все остальные пока переписываем как есть. Переписывайте. Угу. Угу. Угуменазий. А здесь? Давайте чуть-чуть там ее здесь напишем. А здесь вот. Ристорию сейчас сократим. Давайте соберем шляпу при k1n и k2n. Вот при k1n что будет стоять? Значит, k1n у нас что? k1n. Здесь будет k1n со шляпой одну и k2 со шляпой тоже одну. Ну что получится? k1n. Получится k1n плюс k2n со шляпой, да? Это уже приятно. А при k2n плюс k2n. Попробуйте еще чем-нибудь, что у вас есть. Кукупчик. Кукупчик. Кузька 2n плюс k2n... Впрекед начал. А вот сейчас мы поставим. Кукупчик. Правильно? Теперь К1 плюс К2 это что такое по закону сохранения вверх? Ну это К1 плюс К2 Это К1 плюс К2, да? К1 плюс К2, верно? Я могу прибавить у нас или вычесть массу? Для чего я делаю? Для чего я делаю? Потому что К2 плюс масса подействует теперь налево откуда с 0 А это B1 минус масса на правую охладку даст тоже 0 То есть мы видим, что все уравнения дираты, все это сокращается полностью Давайте до конца запишем, что здесь квадратная скорбная есть, еще, да? Что еще есть? Плюс ТО Что мы в результате получили? БАС или СОПО, вот равно напишите Так, у нас буквально часть скрепилась, осталось на 3 Что у нас осталось? У нас движет квадрат F, B, C, C И если движет квадрат F, B, C Но вот C лучше все-таки в обхавках писать, потому что здесь будут матчинцы выявлены То есть идет B с числой, да? И здесь еще... Так, так... Тронок рискнулся еще К2 нюн, это число, его можно вообще наружу написать, да? Часто можно украсть сюда вперед записать Чуть-чуть позжеabолось ещё, че? Для этого надо Так, здесь у нас все вопросы с А1 на А1, на А1, на А1, на А1, на А2, 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 на А2. и вот вот и все все и что он получил с нами то есть, во-первых, мы думаем, что это не 0 да? не 0 а ну, через знакомый это у нас на S похоже но сколько на S похоже так так B на S тоже S, только еще на K да, получилось просто S, умноженное на K2 ну, давайте напишем это соотношение то есть, наше K1 на T у нее B равно ну, где-нибудь, не знаю где-нибудь в России большими буквами напишите да? то есть, вместо мувелок по-моему, это было бы три динамики мы получили, что вот этот амплиугл снял на 2-го рассветуды да? то есть, это есть K2 мин на SAB на SAB да? ну, совершенно аналогично доказывается, да? то есть, все манипуляции все же самые если я верну по киндексу снял на SAB да? то есть, вот мы видим, что у нас некая модификация сносисло возникла да? то есть, это уже не 0 да? это не 0 но, обратите внимание если я теперь вот это соотношение то есть, вот так вот мы можем на K1μ и на K2μ да? то K2 в квадратическом это 0 и это так и будет 0 да? то есть, если вы можете это на K1μ т ню ню и K2 ню то это будет 0 правильно? только как следствие вот этого образа вот и получается, что вот эта ампулятура связана с духовой ампулятурой то есть, фактически, у нас духи как-то должны сокращать, возможно некие степени свободы для глионов да? или сокращать или у него не интерферироваться правильно? вот то есть, мы видим вот эти два замечательных соотношения теперь давайте последнее, что нам осталось буквально вот пять, наверное это воспользоваться этими соотношениями и убедиться, что действительно соотношение унитарности выполнено да? вот здесь вот вопросы есть по выводу вот этих двух ташистов? здесь все понятно? давайте еще раз напишем правую часть соотношению унитарности то есть, правая часть соотношения унитарности которую мы видим где стояла сумма подписчиков несостояния на взрывом ремуни квадрате вот это в нашем случае в четвертом порядке его размещения то что такое было? это было там взял TAB миню да кстати, мы когда мне написали мне кажется что это было ну, интеграл да? деграл да дальше TAB миню да вот на TAB тверждив сопряженная вот и там R соответственно R R ну H да мы там кое-что забыли с вами что мы с вами забыли? вот мы здесь скажем сумма по всем физическим конфигурациям да? т.е. по всем импульсам и дискретным состояниям да? вот когда я когда у меня в конце два тождественных глилона тождественных глилонов да? и я просуммировал по всем углам их вылета и по всем цветовым состояниям штопка я зашла при этом если я вот так просто просуммировал я два раза одну и ту же конфигурацию учел правильно? вот я два раза одну и ту же физическую конфигурацию учел потому что они не отличины что у вас один глион вылетел под угол θ а другой под угол P-θ что наоборот на второй глион вылетел под угол θ а первый под угол P-θ это две одни и те же это одно и то же слагаемое в этой сумме правильно? поэтому мы там по-моему я не помню забыли мы там о том да? забыли о том да? мы просили т.е. у нас еще одна вторая просто из тождественности это также одна вторая что у вас в полном сечении стоит из тождественности да? правильно? понимаете да? т.е. вот у вас было такое выражение где P-навычным конститриком переписывайте где вместо соответствующего P-немюртлих мы подставим то, что мы в предыдущий выбор на самом деле а ты пока при атаке как-то есть а ты пока при атаке как-то есть да? я пока все вижу меня сонтал почему вы там спорите? а ну только и ли там открывает окку окку минус жилем минус жилем мир межли я пробежу Минус или ню, тогда ню, ню, трик. Ага. Союзный и ню ню, наверное. Ну, мы же... Ну, какой н? А мы считаем, что у нас... Не, ну, заместо этого... Нет, а н, пожалуйста. Ну, мы его должны определить, вы имеете. Зачем? Обязательно. Более того, вы можете... Мы же считаем, что он справа 0. А у квадрата он 0, да? Ну, тогда она... Просто выражение попроще было. Можно К2 дать? Нет, можно. Чего там надо? Просто берем любое н. Толстый будет н на К1 же будет. Да. Но... А вот в этом берем на К2. Да-да-да. Всего лишь на все. Распущите числительную вещь. Сколки эти ню, давайте. Так, там, что с головы... Это ню, к... Мерштюхи плюс на байк. Да-да-да. Еще раз подчеркиваю. Здесь мы могли бы взять вообще разные ны еще. Н1 и Н2, да? Давайте бежить не будем. Возьмем у меня тоже, а? Да-да. Чтобы еще за эти нынцы не сидеть. Возьмем сглубь, да? Возьмем сглубь, да? Возьмем сглубь. Да-да. И скобка закрылась. Всё, раскрываем скобки. Будет много слагаемых. Сначала верно за эту шумку. То есть мы сейчас что делаем? Мы сейчас смотрим правую часть отращения южноренности. И с помощью вот этих торгистов, которые вы себе видели, убедимся, что она будет такая же, как левая часть. То есть как та часть, в которой мы получили с правилкой отпусковой. То есть в этом будет торжество нашей науки. Так, а здесь у нас получается просто G на G нам что заст? Просто T сворачиваем. Тест T. Можете так написать? Т на T символичный. С вердочкой, да? Пусть по соответствующим индексам с вердочкой, да? Так, потом... Тогда мы... Допустим, из первой теперь берем вот от уже из того, в другую скобку, чтобы её получать. Угу. Тогда у нас... Тест вернется по первым индексам. Угу. Так, я знаю. Так. Вы бы чуть-чуть разнесли между собой и вместе с ними, но потом и сами соответствующие К. Да? Потому что вы будете пользоваться такими соотношениями. Угу. 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 Да, T по первому индексу свернуто. И теперь вот этот индекс нив, да? Он у нас... В первом случае N сворачивается. А с этим сворачивается... В первом случае с M. Вот так и пишем. Так. 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 Соответственно... А, ну от этого слагаемого подбившли. Кто сказал, сверейшим, пока... Ладно, отсюда. Ага. Это... Подожди, написали. Есть ещё такое? Так. А тут соответственно я просто не стану. У вас одно Тест определенное. Только Тест определенное. Так. Тест определенное. Ага. Прижало. Ага. И всё. Поделим. Лидер два. Что мы будем? Эконом. 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 Так. Ага. Выход два. Да. Тут похоже на конструкцию. Теперь куда эта конструкция? Теперь тут нам нужно минус вынести. Эконом. Так. Дальше. Ну, что вы спрашиваете? Будет быть общим минусом. Так. Так. Эконом. Что тут это... Да. Уже вот эти... А, уже... Ага, у вас. Здесь под рука есть, да? Ага. Так, тут здесь, значит... Самичка, да? Вот здесь. Вот здесь. Ага. Так. И вот, вот здесь. Вот здесь. Ну, вот здесь. Ага. Ага. Я stereotypes. Что 아니라. Ага. 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 Это мы рассмотрели вот такое. Теперь осталось вот покрытие. Так, могу ли тебе было узнать, что тут много чего обнулиться? Т.е. у нас опять 2х2, у нас обновляется вот это с этим. Т.е. почему обновляется? Потому что тут K1 и K2 связаны индексами. Да, все вот это соотношение, правильно? У меня K1 и K2 сворачиваются с одним и тем же Т. Какой еще лыб будет? Точно так же вот эти два. Вот эти два будут. Есть покоративный краплан, свернуться с вот этим Т и выйдут 0. У нас в музеях будут вот эти два слага. Туда перекрестны. Такое, 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 такое. Ну, давайте подключим. Еще очень внимательный. С внимательным. С внимательным. Все мощное многое. Так, так. Так. Так... Так! Так. Так. Представь... Так... Так... А вот, соответственно, днем, это у нас будет ка-два. Ну, и ка-два. Здесь врачность ка-два, да, ага. Там, где соприлоны? А здесь ка-два. А здесь ка-два. 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 Ага. Ка-два. На-два. Да. Ага. И ка-два сольёдочка еще. Да. Ага. И плюс. Продолжаем чуть-чуть подачу. Ка-два. И нам забавно ктарматию. Так, когда здесь качано, когда качано есть? то есть делаем 1, 3 и на 3 и на 3 3 и на 3 Вот так вот выглядит расписанная наша правая часть соотношения нинтабельности Теперь начинаем пользоваться нашими соотношениями Т свернутая с К2 это что такое будет? Т свернутая с К2 это К1 свернутая с С К1 с индексом мю умноженное на С К1 с индексом мю умноженное на С со звездочкой еще раз свернутая с вот этим Т даст Так и сейчас К1 мю А это опять С Значит вот эта штука у нас перешла Куда? Так К2 Нет К1 мю К1 мю На С со звездочкой С со звездочкой К1 мю с этим Т вернулось Далон К2 на С К2 с каким индексом идут? С индексом мю умножить просто на С Да Значит К2 умножилось на Н И сократилось вот этим Н на К2 да? Давайте сюда все переписывать Ромбол Вторая Интеграл ДН2 да? Четко все на С Значит видишь что там у нас? Значит от первого с ногами возникло С на С со звездочкой Минус С на С со звездочкой да? Ну Так Отсюда Нужно его подержать Ну еще вот проговорить что это происходит У нас Т на К2 это от С на К1 Так С нат würde Со звездочкой Как к 1 с индексом мю К 1 с индексом мю К 1 с индексом мю на 2 это будет К2 с индексом мю штрих То есть заключается знаменатель на С со звездой То есть будет против 2-ой С на С со звездой Угу Угу Здесь как-то понятно Она то вообще та же самая С ровно надеще будет Сейчас А здесь у нас К2μ на Т, это будет, так, с Х1 на С, а здесь все у вас аудио указало, что это К1 на Ю, да? Да, оно сократилось, а здесь это будет, как для К2м штрих, на этой тоже сокращается, с одной стороны, ну и здесь оно еще должно быть Угу Да, вот эти два сокращаются Эти два сокращаются, да? Одну вторую выносим, скобки, и получаем какое выражение? Одна вторая, да? То есть, Tμ, AB, Tμ, AB с открытой, да? Минус, что там? Вот мы получили вот такое выражение, правильно? Это что такое? То, что мы раньше получали для левой части соглашения недарности, посчитанной с помощью правил подкоскова, да? Помните, две оккультуры? Нажали и ослабляли какие-то разные диагнозы Вот, то есть мы с вами увидели, что, действительно, вот с использованием вот этих точек, да? Таких простейших тоже сложного трейла, это аналог, тоже есть ловно для ГХТ А мы сумели упростить вот, чисто глионную правую часть соотношения недарности упростить к тому, что мы видим для левой части соотношение недарности из правила подкоскова, да? То есть иначе это как можно переформулировать? В левой части, где у нас стоит мнимая часть, там у нас в мнимой части и не физические глионы и духи, да? Вот они эти степени свободы друг друга сокращают и остаются только физические степени свободы, которые у нас фигурируют в правой части соотношения недарности, да? То есть мы так вот с вами продемонстрировали, что духи, они играют такую важную роль для восстановления недарности, чтобы соотношение недарности было выполнено, то есть они уничтожают вот эти не физические степени свободы и оставляют только физические Угу, спасибо На этом давайте сегодня закончим. Вопросы есть, Поп? А это не нужно во всех вариаторах твоих отношений набрать? Угу? Во всех вариаторах любые, где прям работают эти тоже? Ну, да, да, да Нужно только уменьшить считать этот вариант, потом друг другу вообще В следующем занятии, он вот такой, по факультативному, кто хочет приходить или не хочет приходить, мы поговорим про вот эти То есть, с другой точки зрения, с такой более общей диетической точки зрения, посмотрим, как они как они выводятся, да? Здесь мы их получили просто в теории возмущения, да? Написали в Борненскую ампетуду одну, другую и проверили с помощью уравнения Деракова, что есть какие-то торжести, да? А мы сами можем получить их из более общих, более общих соображений Но вот это сделаем на следующем, таком стулькативном занятии До свидания, все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...